всем привет дорогие друзья сегодня мы смотрим на эверспейс космический roguelite который мне очень понравился я поиграл у него часа три вот и сейчас вам все расскажу и коли на него тоже очень нравится ftl да мне очень мне очень нравится в тело я думаю что уже все там кто нас слушает или когда-то смотрел уже все знают про это и когда-то я его даже постримил и в общем мне выказали ограниченное уважение потому что я засыпался только на 2 на нормале кажется на 2 на 2 стадии босса ну ладно я играю в эверспейс на изи ну потому что там нет особенных минусов короче ну только чуть-чуть легче чуть меньше денег дают кредитов вот просто на нормале все таки даже на нормале есть моменты когда хочется там волосы на себе не есть даже и на изи но попозже расскажу наверное стоит начать с того что игра выглядит как наши насчет не знаю как во сне огородче когда вы ну снили про путешествие в космосе да не каждый раз ну не могу забыть историю позднес советскую про мальчика который нюхал клей в подвале ему казалось что он так как там писали не знавшие звездных войн советские журналисты был космическим пиратом и космическим пиратом и добрым рыцарем и гнезд мне но когда в общем клей уже перестал работать моему него там текло из носа он стал дебилом и не мог вспомнить координаты альдебарана но имеется ввиду алдерран конечно вот и все то же самое здесь тоже можно только быть и пиратом можно быть и добрым рыцарем на самом деле вот ну там найти короче когда сейчас часовой забег ну ты же круглайк да поэтому здесь подразумевается много повторений и когда часовой забег заканчивается из-за того что у вас там заканчивается топлива и нигде вы не можете найти ну короче это попозже да большой привет и стоял конечно да вы сейчас вот видели бой с несколькими кораблями они друг друга стреляли потому что это разные фракции и вообще у меня такое впечатление от игры что это вот если бы взяли космос в масс-эффект андромена там допустим и но мэн скай и добавили туда геймплей ну вот то есть можно поиграть во что-то да потому что нового мэн скай там это все кое-как не вообще ничего не работает почти а мандромена понятно да вот наверное ну вот там несколько моментов назад вы видели фото режим 10 замечательный фото режим нажимаешь кнопочку z и можно снимать все всю эту красоту и не заботиться о том значит попадут вас убьют вас или нет и движок анриал энджин 4 который были на сто процентов короче выполняет в этой игре свою задачу работает хорошо выглядит просто офигительно вот что еще сказать про то что ну вот именно это рог лайк да как в тел за вами гонится значит армада боевая вражеских кораблей и в каждом секторе вот это вы сейчас видите там сектор ну где-то его можно исследовать не знаю по разным разные бывают сектора они очень разно выглядят там бывают всякие заброшенные разбитые корабли бывают торговцы разные фракции и в каждом секторе там можно провести допустим 10-20 минут но не больше потому что не знаю на изи довольно долго можно ждать значит этих здоровенных фрегатов которые за вами гонятся на нормале довольно быстро полетают уже и они такие действительно короче я не знаю может их можно как-то там на расстрелять но я я не пробовал пока вот так они еще прилетят если все какое в тейл ну наверное да я так до конца сюжета здесь не дошел здесь и сюжет вот но должен сказать что он такой рудиментарные и к сцены отвлекают и вообще не знаю зачем он нужен ну просто игра долгие время было в early access и после выхода начин сюжет добавили ну и если вкратце то вы играете за клона когда ваш забег заканчивается вы просто перемещаетесь тело в другого клона и значит того же с нуля начинаете забег можно даже свои корабли разрушены найти потом ну это довольно сложно и случайно да тут есть как вы видите после боя в секторе нужно полетать везде все полутать чтобы скрафтить какую штуку или улучшить там оружие вот но это не сильно напрягает то есть здесь не знаю вот но мэн sky там 60 процентов игрового времени у меня занимала занимал майнинг вот этого всего и так далее здесь буквально пара пара таких нодов обычно на сектор и ну каждый из них за пять секунд можно истощить вот и переход из сектора в сектор он осуществляется просто вот нацеливаетесь на точку которая появляется довольно быстро после перехода в сам сектор да и появляется вот такая карта до который точно какой в тел ночи тут можно если у вас оближенный перк там проперки чуть попозже расскажу показывает какие угрозы в каком секторе и так далее вот в принципе по секторам можно очень быстро прыгать чтобы продвигаться вперед но на это вот видите уже уже появилась эта цель да и можно в принципе прыгать следующий сектор то есть буквально секунд десять но на это тратится топливо которое нужно в секторах искать если его не искать она закончится и если она заканчивается заканчивается то прыжок приводит короче повреждению корабля то есть можно прыгать но будет бобо повреждается не только там корпус до с хитпоинтами которые можно установить надо ботами вот но есть и много разных систем у корабля ну там сенсоры ну двигатель не знаю щит то есть все такое стандартное да и допустим если сенсоры повредятся то пока их не починишь ну вот не будешь видеть практически никакого хада то есть не будет обозначение врагов насколько здесь вообще бой вот ну то есть попадать этим ретиклом попадать в цель то есть то есть тактика тут какая-нибудь есть или чё ну нужно сказать да про управление очень удобно здесь не ньютоновская физика движения корабля и очень очень все отзывчиво поэтому маневрирование вот в бою это вообще ну то есть можно пируэты выписывать ого-го не ньютоновская в каком смысле то есть нет инерции да ты можешь полностью остановиться за секунду с любой скорости вот есть форсаж там и так далее на форсаж тратится энергия которую вот вы видите рядом с прицелом причем эта энергия тратится и на выстрел основного оружия короче сейчас скин схватил шип колор да 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 тут скину это короче кастомизация небольшая да ни на что не влияет вот каждый забег а ну пробой нужно рассказать да наверное еще дополнительное оружие есть вот видите у меня там 20 легких ракет легкие ракеты такие ракеты которые щиты не пробивают но если щиты у врага спущены то можно его ракетами расстрелять должен сказать что бой ну здесь такой он не знаю очень удобно прятаться от больших врагов которые в принципе не часто встречаешь от них удобно прятаться в всяких во всяких пещерках допустим больших астероидах или просто за астероидами да а маленькие враги ну докфайтинг есть докфайтинг то есть стараешься зайти им там хвост и так далее но это не всегда получается попадать очень просто потому что когда стреляешь по врагу рядом там появляется с ним ну на хаде цель который в которую нужно целиться чтобы ну если вы супер с упражнением стреляешь что-то там него попадешь вот не так и плохо да оцените вот сейчас какая красота да то есть плазм плазменное поле там да это и диск и всего это лучше выглядит чем там заставка star trek voyager там тоже кольца были вот я нашел торговца а это все рандомно естественно генерируется и честно говоря пока полезных торговцев я там за свои несколько забегов не находил но возможно возможно да и они есть вот он там можно увидеть нейтральную фракцию ну как нейтральную на вас не нападают если вы на них не нападете а на других врагов нападают вот она добывает там значит руду добывает газ в некоторых секторах и у них там есть цену лут если на них напасть можно этот лут получить но тогда можно получить в ответ на да и в этом если ты их хотел только спросить что будет если ты атакуешь в одном ну правильно да тоже есть перк на то чтобы дипломатию лучше тогда там следующем секторе не буду атаковать короче в конце каждого ну по ходу каждого забега вы собираете не только там лут крафтинг материалы и так далее но и деньги кредиты и в конце каждого забега эти кредиты ну вот вы умерли и вам дают эти кредиты на апгрейд перков или покупку новых кораблей корабле там всего три вот это стандартный средний есть еще быстрый юркий истребитель с телепортом и есть большой ну не знаю короче тяжелый корабль вот но я их не пробовал потому что во первых они стоят по 10 тысяч то есть я один раз накопил 10 тысяч кредитов вот но лучше на перке потрачу это дело чтобы было легче потом вот сейчас особенно красиво я честно на эту игру вот пока еще не насмотрелся так вот про корабли этот маленький значит здесь тысяч он ну наверное ничего потому что у него есть и щиты и телепорта там у него по-моему какой-то стелс еще можно включить вот а большого большого почему-то нет щита . который сам останавливается у него только корпуса чтобы корпус чинить короче ну нужно на на ботов тратить на на боты штука довольно редко и короче не знаю наверно за большой корабль сложно играть но наверное да это как бы третий уровень сложности то есть ну по кораблям и можно вспомнить чтобы в тело да можно там был крейсер на который ты кладешь там очень много в общем там его требуется удачи а также правильного тайминга стрельбы для того чтобы этот щит на него накопить и наконец его поставить это грёбаный щит здесь очень много разного снаряжения которые и пассивно работает и активно и ну консюмаблс которые заканчиваются да на них некоторых есть ограничения по классу корабля то есть в этом плане ну очень большое разнообразие я там еще немного успел попробовать но выбор широкий ну вот очень много перков и что интересно ну то есть вот эти кредиты когда вы собираете в конце нужно их все потратить перед следующим вылетом потому что ну потом они обнуляются то есть это похоже похожая механика была в ругайте rogue legacy то есть там ну там был платформер короче и так далее но работало все так же вы собираете золото и перед каждым забегом нужно потратить как можно больше потому что все отберут и там есть перки которые допустим дорого стоят не знают две тысячи кредитов и на них можно деньги потратить в несколько ступеней то есть 200 400 не на 600 очень удобно спасибо разработчикам то есть почти всегда есть куда деньги все слить чтобы не было обидно что дают за хак коммуникейшнс хаба до в секторах есть такие всякие разные штуки например коммуникейшнс хабы просто к нему подлетаешь хакаешь и он показывает весь лут все объекты в системе то есть у корабля есть сенсор рейндж но он небольшой то есть он отмечает лут там врагов каком-то радиусе но не ну там здесь показывать километрах наверно врагов отмечает довольно далеко там километров шесть-семь по моему а лут может километра три ну короче если вот этой сенсор tower нету ее не хакнуть то можно в принципе по сектору довольно долго шастать потому что бывают секторы в которых там несколько больших кораблей раздолбанных ну во всех хочется посмотреть есть даже иногда бывают по-моему я в этом видео нету к сожалению но бывают большие даже космические станции которые залетаешь там ну не знаю практически короче как данжен как как да кстати мелочи молниями нужно ключи искать чисто от балды вот эти там три корабля можно купить наверняка есть какие-нибудь редкие миссии здесь много забегов то есть если игра настолько следует и в телу ну в плане меты что ли то есть она там конечно трехмерный такой дорог лайк обратите внимание джамп гейт здесь здесь не требуется топлива да и должны быть секретные корабли которые ты должен там находить но и с небольшой вероятностью во время одного из забегов не насколько я знаю нету секретных кораблей просто я думаю они или dlc выпустят или так в патче добавят ну тут и с этими тремя кораблями на самом деле можно наиграть довольно много чё я хочу сказать именно вот по поводу по поводу разнообразия мне кажется в эту игру нужно играть ну небольшими короче короткими сессиями ну то есть и 5 часов допустим до час по час поиграл один забег сделал и хватит потому что ну может надо есть вот этот вот короче круг когда ты залетаешь в нот сектора расстрелял там три-четыре корабля может 6 ну как повезет по-разному бывает потом все полутал то что с них упала потом значит полетал там руду и так далее вот ну то есть в принципе практически в каждом секторе одно и то же происходит хотя на самом деле бывает ну бывает что-то необычное вот например сейчас я залетел в сектор убил там пару мелких кораблей вдалеке увидел фрегат первый раз увидел фрегат этот акаровский кстати акары космические коммунисты там тут есть ну там не знаю как мы с эффекта кодекс вот и потихоньку открываешь записи в кодексе и там сказано что вот у акара не было понятия корпорации они там значит коллективисты и ну и поэтому совсем бою это можно ли их сторону встать нет то есть менять свой alignment можно только по отношению к этой желтой желнул которые нейтральные чуваки как они там g&b по-моему называется фракция то есть кара либо нападать а эти красные да ну нет тут еще есть просто пираты outlaws называются тоже красный красный просто враги обозначается удобно и и и космические коммунисты вот сейчас по моему я буду короче здесь с этим корветом разбираться потому что вокруг него летает много дронов которые восстанавливают ему щиты их сбиваешь он выпускает новых дронов и так практически бесконечно ну и в общем да я спрячусь короче за астероид и буду сначала дронов подбивал потом подбивал ему щиты потом немножко подамажил корпус потом он опять выпустил дронов на самом деле не слишком такой страшный враг по крайней мере на изи вот он он даже не попадает особо быть там у него и много этих пушек должен сказать что пушки вот у меня стандартные сначала забега гатлинг там и пульсовый лазер окей называется не очень они подходят вообще под это под эту игру потому что потом я найду лазер который ну у которого нет travel time то есть он со скоростью света достает врага да и дамажит почти одинаково щиты и корпус он мне кажется гораздо приятнее вот его можно получить самого начала сначала забегом для этого нужно доехать до четвертого сектора ну как бы такую ачивку дают и а второй лодаут открывает но я доехал короче вот после записи этого видео открыл и есть еще много других там есть прям какая-то лазерная снайперская пушка вот есть шотган есть ну не знаю всякая да есть мне понравилось вторично ну то есть эти легкие ракеты но это просто да есть там ракеты допустим коррозийная которые сквозь щиты проникают и понемножку корпус дамажит мне понравилось есть дополнительное оружие похоже на big fucking gun там из дума потому что такой летит большой шар и я все враги в довольно большем радиусе к ним такие лучки протягиваются они очень быстро умирают вот и с очень красивым взрывом к сожалению там по моему только один заряд можно хранить но допустим вот корвет можно раз и и взорвало и все так про что еще не сказал к сожалению по моему в этом видео мы не увидим вот этих вот здоровенных фрегатов больших но по моему там в трейлере если хотите посмотрите launch трейлер там из гиперпространства выходят такие здоровенные ну в общем от них уже не убежать то есть переход из сектора в сектор вот вы видели от нацелиться на точку подождать пока нам сто процентов наберется если у вас в это время попадают счетчик обнуляется в итоге если вы в бою то никуда вы не улетите а у некоторых врагов есть еще специальные подавители хиты прыжков то есть если вы в секторе с таким врагом ну придется его купить взорвать да какие минусы игры потому что хвалить ну и очень хочется но музыка да есть есть недостатки до музыка например не hit and miss то есть ждешь в тел был просто великолепный такой космический саундтрек который хочется слушать постоянно там и вне игры здесь такие стандартные штуки знаю с гитарой и без гитары такие короче пространное и не не запоминается и видно короче на этом сэкономить но это понятно это не слишком страшно вот конечно это роглайт поэтому ну чуваки если вам нравится космос и докфайты вот такие то нужно учитывать дальше эта игра она рассчитана на то что вы будете умирать потому что допустим в этом вот забеге я под конец чтобы добраться до 4 сектора я просто по-моему перепрыгнул через три нода ну и ничего не собирал не было нигде топлива вот у меня были повреждены сенсоры я ничего не видно ну то есть даже если было топливо я бы его никак вообще практически нашел только вслепую да вот а мне очень хотелось добраться до 4 сектора чтобы открыть лазер самого начала чтобы давали поэтому я просто прыгал 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 в конце там такая с ну была вот это вот здоровенная как конце каждого сектора ворота эти я к ним подлетел и у меня оставалось там не знаю наверно 10 единиц здоровья корпуса вот по мне уже все стреляют потому что я естественно низкий а не воев без сенсоров но в итоге я прорвался вот но и там уже сразу потому что вот смотрите замечательно как взрывается значит большой корабль врага сначала там немножко маль немножко небольших взрывов и потом большой такой и еще реактор бухнул да и у вас еще но не знаю вообще должно ли наверно да как это все в космосе работает вот и естественно с этого корабля там он лазер о котором я говорил то есть лут фэт лут можно собрать вот про сюжет я уже говорил вообще тоже как музыка не запоминается он вообще не нужен вот и несмотря на то что эта игра она вышла из early access нам было долго в early access видно что ну во многих местах и не доработали то есть там видео мы сейчас не увидите но главном меню короче там настройки все такое прям стандартные настройки стандартные главное меню игры из 4 чуваки не полились на этот счет хотя она там по стилистике подходит и юай то есть но интерфейс сам по себе он довольно ему довольно долго привыкаешь вот ведь принципе довольно много информации на экране но дублируется сверху увидеть там перечисление оружия и гаджетов и снизу там тоже на кокпите есть оружие и гаджеты и все вот это вот то есть да и можно играть в режиме от третьего лица так вот кокпита не будет почему бы делать там когда в третьем ну а третьего лица сверху это появилось и так далее вот да надо еще сказать что это verse piece это изделие этих немцев которые galaxy on fire серии делали вот мобильность до сашу барышников но они там очень любят и они там у них какие-то были проблемы они там общем новую студию там организовывали и вот сделали тут для пика на конец ну молодцы молодцы я не знаю про сколько они на этом заработают потому что да на мобильных наверно играх можно побольше если бы не сделали такую free to play для мобильных чтобы можно было там заплатил доллары я полетел дальше и не умер но не будем о плохом еще хотел сказать люди жалуются на то что здесь но некоторые в интернетах на то что здесь сложно летать и не в долб ну долбануться в какой-нибудь камень там или железяку случайно но я такого таких моментов не встречал то есть на нормале там и на особенно на харде я как-то раз пробовал вообще задница как здесь со столкновениями чё но очень ну можно таранить есть там даже в начале каждого забега дают такие цели типа там не знаю уничтожить 50 ящиков топливом или вот была у меня цель про таранить вражеский дрон нормально работает ну наверное вот если у вас на большой корабль но если вы играете нормальный на или на харде то ну если вы на большой скорости куда-нибудь врезаетесь то у вас там сразу вещи вещи короче снимает и второй раз врезаетесь можно пиши пропало но еще раз повторюсь очень удобно отзывчивое управление то есть вот в этих даже узеньких короче пещерках никогда у меня не возникало проблем с тем чтобы никуда не вписаться и короче вылететь вот вы видите сейчас элитный корабль хорошо что значит не вражеский нейтральный с элитных кораблей естественно больше лута ну у них там может быть какой-нибудь дрон их сопровождает особенно их оружие лучше естественно хитпоинтов больше и так далее то есть кино мини боссы допустим я не знаю встречал я типа больших боссов да или наверное еще нет то есть я четыре сектора пролетел и видел там пару таких вот фрегатов средних размеров даст потом прилетает эта армада но это я не знаю наверное это финальный босс вот было сюжетный босс но он такой короче старый знакомый тебя подогоняет хочет тебя хочешь чтобы ты ответил за свои действия а ты типа клоны и у тебя амнезия и в общем да приходится с ним драться но догоняет и пытается короче анти климактик потому что просто его расстреляешь расстреляешь и потом раз и упрыгнул короче в другой сектор скотина и его лута даже не оставил пытается тебе на пути выбросить полотенце да по моему я все уже сказал что хотел коля есть вопросы по этой игре еще какие-нибудь есть красивые аномалии на про космических коммунистов я должна не все равно они как говорится бичи с донт ноу я тут хотел сказать что там да ты говорил что катсцены там ни к селу ни города этот интервью бэнкс читал 2012 года в общем ему не нравились в играх катсцены что они типа отвлекают от сути и типа там вот здесь на сто процентов потому что я понимаю там катсцены масс эффекте да и так далее но здесь ну трогглайт не надо вообще ну игрока отвлекать от экшена от действия там либо стреляешь либо лутаешь либо крафтишь там обгрелишь и так далее смотришь на всю эту красоту а к сцены здесь они короче там такие рисованные как будто бы маслом картины довольно довольно скучно рисованные прямо скажу то есть там по комиксовым меркам отстой полный и на них просто неприятно скучно смотреть вот увидите какие орудия новым лазером лазер гораздо удобнее чем это все что было и здесь например вот как коммунист значит стреляет по по турелям пиратов которые обычно там охраняют всякую мелочь здесь даже допустим около какого-нибудь большого разбитого корабля можно встретить минное поле которое нужно разминировать плазменные торпеды я тоже разобрал потому что я не люблю вот эти они просто плазмен торпеды не наводятся на врагов то есть они подходят только для больших целей ну и знаю я в этом в этом забеге нашел короче этот big fucking gun но по-моему еще не скоро вот увидите там допустим большой разбитый корабль или какая-то станция с ком-хабом внутри да в общем ребята если вы хотите космический рок-лайк я знаю есть по моему как называется house of the dying sun но по-моему не рок-лайк но очень похожая такая игра тоже даже не слышал ну еще и гораздо бюджетнее короче нам были не зря они зря короче не слышал не ну вроде как неплохая да ну просто я только ее могу вспомнить хотя на самом деле просто я в жанре не очень разбираюсь наверняка есть похожие игры на everspace еще вот но мне хватит everspace короче то есть в нее хочется играть там каждый вечер вот по часу да допустим долго наверное еще будет хотеться не знаю как там вот финал сюжета не хочет просто просто хочется посмотреть на то что будет там в следующем секторе и это здорово вот так что ребята по моему тоже стоит 100 рублей в российском сетям или около того так что да стоит взять да ну просто если дата не вредничать не требовать конечно хотелось бы скомпрессованной антиматерии с гиперсеточным огнем но и да чтобы можно было быть космическим коммунистом но здесь еще есть загадочные эллины потом появляются но я их еще не видел то есть видимо может там в пятом шестом секторе ну там загадочные монолиты значит корабли эллинов и что они делают не ясно и да ну в общем загадок в этой игре хватает если там не пойдете в специализированную вики значит про них читать то самому разгадывать интересно на этом наверное мы закончим всем огромное спасибо спасибо за просмотр за прослушивание если вам понравилось это видео ставьте лайк если не понравилось ставьте дизлайк если у вас какие-то более сложные чувства или вопросы то приходите в комментарии также у нас есть другие видео подкасты еженедельное называнием овертайм есть twitter ссылочки ну в принципе короче везде на экране в описании этого видео до найти легко ну и конечно у нас есть патреон где добрые люди нам помогают деньгами на развитие всего этого проекта и вы можете тоже туда зайти помочь там написано ну подробно зачем съесть деньги куда и почему вот на игры в частности также на бургеры да на на игры на бургеры и на всякое такое основной ну и на поддержку на хостинг сайта там оплату soundcloud и все такое ну мне кажется все пока всем пока